Съемки закончились, впереди монтаж. Документальный фильм «Жизнь на длинные дистанции», посвященный перегонщикам японских автомобилей, скоро выйдет в эфир телеканала ОТС. Автор – мой коллега Анатолий Харитонов. В кино – истории новосибирцев, которые в конце 90-х, начале нулевых ездили в Уссурийск, Владивосток и на ходку за праворульными машинами, а потом гнали их своим ходом домой – 6000 километров. Уходили от погонь, преодолевали часть пути по льду быстрых рек и видели, как взрывают горы на трассе. Тормози. Перегонщику не позавидуешь. Бандиты зажали автомобиль на трассе. Придется платить. Что такое? Вышел, б***ь, стой на месте, что ты башкой-то вернишь? Стой, б***ь. В конце 90-х, начале 2000-х годов Дальний Восток гостеприимством не славился. Преступные группировки, плохие дороги, отсутствие заправок. И тем не менее, туда, за японскими машинами, ехали из Сибири сотни людей. Прельщала разница в цене. Авто, купленные в Приморье, продавали у нас примерно на 150 тысяч рублей дороже. Там по острию ножа все было. Еще задолго до подхода к Хабаровску уже все были на взводе. Нас собиралось, мы как-то старались собраться побольше колонны. У кого есть сайга, у кого есть ружье? У меня. Иди первый. У кого еще есть ружье? Иди последний закрепляющий. Это история наших земляков, новосибирцев. И писать ее лучше сейчас, когда прошло совсем немного времени, чтобы все рассказать правдиво, максимально точно и хорошо, и ярко проиллюстрировать. Еще хочу сказать, что этот фильм я посвящаю человеку очень смелому, своему отцу, который больше 300 раз прошел этот путь. Но однажды, отправившись в путешествие, он так и не вернулся домой. Режиссер фильма Анатолий Харитонов несколько раз ездил на машине из Владивостока в Новосибирск. В его личном архиве гигабайты видео, снятого еще до того, как на федералке появился асфальт. Вот кадры 13-летней давности. Легковушки и грузовики едут по щебенке 2000 километров. От Хабаровска до Читы. Дорожники спрямляют путь, взрывают сопки. Очень много строительной техники работало, пылища было на трассе, очень много белазов, крупной техники работало. Они, естественно, работают без габаритов, без ничего, у них ничего нет. Ни в фонаре вообще ничего нет. Пылища, холодище, как говорится, темно, ничего не видать. Бум, возникает перед тобой такая дрянь здоровенная, с такими булыжниками. Они падают в разные стороны, не знаешь, куда деваться, если честно. Страшно. Очень много машин попереколотилось, конечно, на этом перегоне. Страшные места были. Хронометраж документального фильма «Жизнь на длинной дистанции» около часа. Закадровый текст диктора только во вступлении. Все остальное – воспоминания перегонщиков. О том, как за 30 лет изменились дороги, машины, люди. В Новосибирске этот бизнес был очень популярным. На рынок на улице Петухова приходили караваны праворульных авто. Мест всем порой не хватало. Иномарки ставили даже в проходах между рядами. Машины продавались очень быстро, очень быстро. Без интернета все тогда, интернет не был так задействован, все торговалось с рынком. Машины были дешевые. Почему, например? На сегодняшний день, я думаю, многие тоже бы хотели ездить на новом японском автомобиле. Позади год работы на самых опасных и красивых отрезках пути. Кстати, некоторые эпизоды снимали в нашем регионе, на северном объезде мегаполиса. Все места похожи на участки магистрали в Хабаровском крае и Забайкалье. По словам режиссера, фильм не только о приключениях на трассе, но и о том, насколько огромна и красива наша страна. Светлана Антимонова, Антон Мамаев, Борис Гладких. Новости ОТС.